24 сентября Вашей возьмите севрата вечная, Вмите царь славы, Мир всем. На территории Московской области более 250 храмов, требующих реставрации. Зарайску повезло, и его храмы восстанавливаются силами и делами неравнодушных людей, для кого патриотизм и духовность – смысл жизни. Мадыка, благословите сказать сегодня слова благодарности от всех жителей земли Зарайска. Слова благодарности и вам, и всем жертвователям, от всех жителей земли Подмосковья, которые с каждой свою копеечку в насилие вносят в фонд по восстановлению порушенных святынь. Именно благодаря их жертве совершаются такие чудеса, как сегодня, когда вот этот храм, он стал вновь живым, принося радость и утешение всем тем, кто будет приходить сюда, ища Бога. Дорогой Николай Юрьевич, за ваши жертвенные труды я хочу улучшить вам самую высшую награду нашей московской епархии – медаль за жертвенные труды первой степени – Аксиос! 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 Настоятель Богородицы Рождественского храма священник Дионисий Путинков награждается благодарственной грамотой. Аксиос! 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 Николай Николаевич Колин, благотворитель Богородицы Рождественского храма, награждается благословенной грамотой. Аксиос! 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 Дорогой владыка митропоэль, губернатор Московской области Андреевич Воробьев просил меня сегодня быть здесь с вами и передать вам и всем жителям села Большие Белынча и нашего замечательного города Зарайска свои слова. Дорогой владыка Ювенатик, примите самые теплые поздравления по случаю великого освящения Богородицы Рождественского храма. Это радостное событие для прихожан Зарайского благощения и всего Подмосковья. Оно стало возможным благодаря созданным вашим духовным началам Фонду Московской эпохи по восстановлению Борожьевских. Уверен, что этот храм станет важным центром церковной жизни и украшением не только Больших Белынч, но и всего Зарайска. Желаю вам, дорогой владыка, сил для продолжения высокого пастырского служения. А всем прихожанам Зарайска успеха, добрых делах. Воробьевы. Сегодня в деревне Большие Белынча наконец-то увидела свет этого белого, прекрасно украшенного, великолепного храма, который долгий год находился в поругании. И вашими трудами, дорогой владыка, сегодня вашими помощниками и благотворителями, вашим подословением этот храм возродился из пепла. Дорогой владыка, это первое великое архиерейское освящение после советского времени. Я, дорогой владыка, от всего духовенства нашего и прихожан Зарайского района хочу подарить вам эту икону с честицей мощей святителя Илогития. Самые ранние упоминания о существовании храма относятся к 1597 году. Он горел, менял облик от деревянного до каменного, но жил, встречая своих прихожан. В 30-х годах 20-го века церковь закрыли. В помещении храма устроили склад, разрушив верхние ярусы колокольни, кровлю, трапезной и алтаря. С тех пор храм пребывал в взроданном виде, и только в 1999 году здесь была вновь создана церковная община. А в 2015-м совместная работа большого количества людей привела к решению проведения аварийных и реставрационных работ с участием благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Сопредседателем попечительского совета является губернатор Московской области Андрей Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, чьи участие в духовной жизни зарайцев не заметить невозможно. Много храмов на подмосковной земле, которые хоть и имеют своего настоятеля, хоть и имеют свою общину, верующие люди, которые приходят, молятся, совершают какие-то молебны, панихиды, богослужения, но не имеют сил и материальных возможностей для того, чтобы восстановить храм своими силами. И вот благотворительный фонд как раз служит помощью для таких храмов, которые сами не могут восстановить его. И вот тогда они подают священнике заявку в благотворительный фонд, владыка благословляет заявку и начинаются реставрационные работы. Изготавливается проект реставрации, выбирается подрядчик, который осуществляет реставрационные работы. И вот сегодняшний день, это можно светским языком сказать, сдача объекта, великое освящение храма, когда храм в целости, в восстановленном состоянии, перворазданном, передается религиозной организации для совершения богослужения, для молитвы. Мы верим, что Богородица Рождественский храм, отреставрированный по программе благотворительного фонда, будет служить своим прихожанам долгие-долгие годы. Валерий Маркович, Герман Беляев, Константин Куянов. Студия «Квант» Зарайское кабельное телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok